снятие россиян с рейса ради губернатора объяснили вот губернатор ни в коем случае не мог стать причиной того что пассажиры не смогли вылететь в чару там и прочее просят суть такая губернатор забайкальского края александр осипов вылетел из четы в чару на рейсовом самолете ну так утверждают пассажир а пассажирам сказали сидите и ждите они четыре часа прождали из иркутска прилетел дополнительный самолет их повез но они видели непосредственно как он садится как самолет улетает который сказали сломан да и вот регулярные рейсы с 4 в чару не вылетал по расписанию из-за технической низ по не вылетел неисправности самолет они из того что и воспользовался губернатор он улетел в чару чартерным рейсом сообщил пресс-служба 8 губернатора чтобы они другой могли сообщить по предположим даже так вот предположим сломался рейсовый самолет приходит губернатор не чартерный рейс стоит о чем людей туда не забрал но там свалят какой-то у этих людей было 24 что он не мог людей будут даже даже предположим всех нему какую часть он мог взять этих людей я не верю я уверен что он улетел на скорее всего его самолет сломался его надо было срочно он взял у людей самолет его сломался самолет а этим скаль ваш самолет сломался они откуда знать их это самолет или его самолет да так и был сто процентов ему сказать да и лишь лететь этим мы скажем что сломался вот он стоит самолет какая разница какой сломался вице-премьер подмосковья куракин арестован по подозрению в коррупции видеть там у них такая борьба идет сейчас они будут всех вот этих халдеев которые помельче ловить и ошкуривать потому что они все там набрали как эти это жирком это обросли жирком вот они сейчас этот жирок с них срезать будут со всех кто там не имеет никаких наверху связи будут раскачивают борьба с коррупцией а на самом деле это просто укрупнение укрупнение создание чиновничьих бизнес олигархий такой как бы особый вариант империализма по поводу патриотов очень возмутились пишут еще раз повторяю еще раз повторяю в то что сказал вчера то есть патриотами россии называют себя либо люди слабоумные либо жулики есть человек называет себя патриотом и при этом явно не слабоумные да значит перед вами жулик все другого нет как бы как бы вы над тем не рассуждали ничего другого в этом мира не на рассуждаете я не знаю Продолжение следует...